Девушки отдыхают Сара, ты в порядке? Боже, ты не поверишь, что здесь творится. Аэропорты закрыты, людей просят оставаться дома. Ведь неизвестно, где будет новый теракт. Знаю, знаю. Скоро все закончится, обещаю. Пап, если вы нас собирались атаковать, и ты знал об этом, ты мне сказал бы, да? Я им не позволю. Это моя работа. Уже этим занимаюсь. Ясно. Пап, я тебе верю. Умница. Люблю тебя. И я тебя тоже. Гримм. Начать с плохих новостей или с плохих? На твой вкус. Бензин скоро снова будет по семь баксов. Нефтепроводы и заводы по всему заливу встали на ремонт. Причем минимум на полгода. А еще что? Бунт. На рынках паника. А следующий теракт все ближе. Если даже справимся, то расхлебывать еще долго. Когда? Не если. Спасибо. Я скоро, Сэм. Проверь, что мы не упустили ничего важного о садике. Эй. Что у нас нового? Список. Кореш из Фема прислал. Тут указано, куда развезли шишек. И мы знаем, кто в бункере. От Минобороны до любовницы, похотливого конгрессмена. Пригодится, как попадем внутрь. Отлично. Отлично, Брикс. Мне надо работать. Поговорим позже, Сэм. Эй, Кобин. Эй. Помнишь, как я спас твою шкуру? Не забыл? С тобой забудешь. Может, хватит уже? Ну да, спасибо, не сказал. Если скажу, забудешь про это? Выпусти. И забуду. Нет уж. На этом все. Ну, тебя. Я тоже от тебя не в восторге. Эй, Чарли. Сэм. Танцуй. Я разослал антивирус по всем топливным терминалам. Все же, вычистить систему будет очень непросто. Их программисты постарались. Не хвали их, Чарли. Перепиши вирус. Пусть работает на нас. Ты жесток, Сэм. Но идея очень классная. Сейчас займусь. Думаю, пока все. Если что, выйдет сообщу. Вышка, это Молодин. Мы знаем, кто вы попадет. Вам запрещено здесь находиться. Повторите. Молодин, приказываю вас не медленно идти на пассаж. Вам сюда нельзя, ясно? У меня есть приказ. У меня тоже. Садитесь. Живо. Продолжаем следить за событиями. Утвержден состав для пункта «Ф». Министр обороны. Старший сенатор Вайоминг. Старший сенатор Колорадо. Губернатор Колорадо. Младший сенатор Юта. Министр сельского хозяйства переведен в пункт «Д». Конгрессмена от 4 и 9 округов Колорадо. Районный координатор «ФИМА». Конгрессмен от 1 округа Небраски. Глава местного отделения ФБР. Мэр Денвера. Список сейчас заполняют. Все будет готово, как только пройдет проверка состава. В связи с ужасными последствиями атаки террористов на энергосеть страны, президент поручил мне задействовать директиву 51 для обеспечения работы правительства. Ключевые политики и военные отправятся в надежные места в разных штатах. Некоторых будем перемещать. Правительство, армия, ряд служб продолжат работу в штатном порядке, несмотря на угрозу акции «Американская кровь» и «Американская пыль». Президент пока не готова давать комментарии. Благодарю. Это тот самый вход? Проверь средства защиты. Гримм, ты связалась с президентом? Да, но нас не хотят слушать. Как это? Секунду, тут помощник президента. Извините, президент занята неотложными делами и не может с вами говорить. Это четвертый эшелон. Она знает. Прости, Гримм. Попиваешь с президентом кофеек и считаешь себя важной шишкой? Учти, у меня есть связи в Конгрессе. Ты угрожаешь мне? Нет. Дай мне президента, если дорожишь работой. Теперь угрожаю. Президент Колдуэлл, мы считаем цель Садика в бункер зоны Ф в аэропорту Денвера. Да, у него там были агенты. Садик взял бункер, и у него якобы есть химическое оружие. Два часа, и мы будем там. Нет, вам пора домой. Что? Положение под контролем. Бункер уже полностью отцеплен войсками. Садик готов к переговорам, если его условия... Из каких это пор Америка торгуется с террористами? В его руках несколько выше государственных служащих, в том числе министр обороны. Садик – непростой вымогатель. Он гораздо выше этого. Свободный мир не полагается на инстинкты. Вы вне игры, а я нет. Данная вам пятая свобода – не оправдание личной мести. Мы держим все под контролем. Это ведь западня! В последний раз, Фишер. Я запрещаю взлет Паладину. ВВС собьют любой самолет на подходах к Денверу. Я обязан помешать Садику, но... Один я не справлюсь. Летим в Денвер. Летим в Денвер. Летим в Денвер. Гримм, мы сможем как-нибудь проскочить сквозь ПВО Денвера? Там сейчас метель. Незаметно подлетим, затем сбросим высоту. Чарли поможет мне подготовиться. Да, Гримм, конечно. Что? Повтори. Сэм, пилот отказывается лететь в Денвер. Так гони его! Тащи Кобина. Тебя превосходят числом и оружием, а жизнь заложников сохранить надо. Газовые гранаты и трикоптер – твой лучший выбор. Удачи! Кобин, что у нас? На опознавателе светимся, как солнце. Электронику я беру на себя. Ты, главное, нас посадить. Мы подберемся поближе. Группа Дельта близко и готова задать нам трепку. Так, а это уже плохо. Обнаружили вторичные цели? Да. Системы связи, защиты и жизнеобеспечения управляются с контрольного поста. Я переделал вирус инженеров и скинул вам на флешки. По одной в каждую систему, и бункер блокируется. И мы, кажется, знаем, что нужно Садику. Там автономная система, но в ней есть дыра. При запуске программы сохранения правительства, вся важная информация дублируется в бункере. За ней Садик и лезет. Надо доложить президенту. Переговоры могут прослушивать. Работаем молча. Притягивайте, манили, зону радаров. Из-за тебя наступлю. Норма теперь. Вырубаем свет. Бросают на Ригу. Готовы? Пошли. Сто футов. Пятьдесят футов. Что теперь делать? Молись. Это Чарли. Спецназ уже здесь, значит, времени в обрез. Идите к метеостанции. Там управление вентиляцией бункера. Если попадете в шахту, считайте, вы уже в бункере. Там воткнете три флешки, что я вам дал. Запустите вирус систему. Под командным бунктом есть технический этаж. Оттуда можно все заблокировать. Эй, парни, я без оружия. Я гражданский, без оружия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА